Из подхода Каббалы к действительности. Мы находимся в какой-то действительности. Кто это мы, мы не знаем. Что за действительность мы не знаем. У нас есть какое-то представление, какое-то ощущение, что это я, и есть что-то вокруг меня. Как я прихожу к истинному восприятию? Это воображение или я, может быть, нахожусь сейчас в каком-то ином состоянии или во сне. Может быть, это сон во сне. Может быть, мы совершенно иные творения. Просто мне это так представляется. Что такое я? То, что я о себе думаю, каким я себя чувствую. Что такое мир? Это основы всего. Из ощущения, которые человек чувствует, в котором человек чувствует свою действительность. Какую-то внешнюю действительность. Это ощущение мы начинаем исследовать. И так Каббала относится к своему исследованию. Наука говорит нет. Она говорит, что то, что мы чувствуем, это то, что есть, это мы и это мир. И мы исходим только из этого. То есть, только из этих ощущений, которые есть здесь и сейчас. Из той природы, в которой мы сейчас существуем. О исследователе мы не говорим. Он исследует, исходя из своих органов чувств. То есть, его желание получать... Не предназначено для какого-то иного использования. Не предназначено для изменения. А говорится только о том, что воспринимается. То есть, в конечном счете, изначально мы находимся в восприятии, в исследовании очень ограниченном. Мы не говорим о изменениях внутри КЛИ. Скажем, есть у нас какой-то КЛИ. Есть какой-то прибор, который что-то воспринимает. Один, скажем, сенсор какой-то. И мы говорим только о том, что он воспринимает. Мы не говорим о том, что он сам может меняться в соответствии с какими-то изменениями, с какими-то основами, параметрами. И тогда мы начинаем чувствовать что-то больше или меньше в соответствии с теми изменениями, которые проходят в нем. И как он реагирует на то, что находится снаружи. Нет, мы говорим, вот он таков, каков есть. То, что он ощущает. Такова наша наука. Так мы относимся к миру. Не принимая во внимание изменения человека, не меняя ничего в нем. И из-за этого мы воспринимаем только то, что называется этим миром. Какое-то создание, которое называется человеком в этом мире. И, разумеется, это очень ограничено. И мы не можем даже исследовать то, что мы исследуем. То есть мы ничего не знаем о человеке. Мы не сочетаем с человеком, который является чувствующим, и воспринимающим, и исследующим то, что он чувствует, воспринимает и исследует. Поэтому такой подход очень-очень-очень узкий. Тот, который мы используем в исследовании. Но если мы больше исследуем человека, который является чувствующим, который воспринимает, который является сенсором. У него есть пять органов чувства, и за ними стоят его ощущения и разум. Если мы исследуем, как они работают, почему он воспринимает именно таким образом? И как он может изменить себя, чтобы почувствовать изменения? И изменения будут находиться в нем, не во внешнем мире. Короче говоря, здесь мы входим в совершенно иную науку, которая называется наукой Каббала. Почему? Потому что тогда мы меняем человека, и в соответствии с человеком видим то, что он воспринимает, меняется. В результате даже самое маленькое изменение внутри человека, меняет всю картину. Все, что он изучал, все науки, физика, химия, биология, зоология. Все, что он изучал до сих пор, меняется, если мы меняем какой-то маленький параметр внутри человека. Субтитры создавал DimaTorzok